Ждать уже недолго, скоро будет ёлка. Главный хит нулевых – новогодняя группа дискотека «Авария». Под неё встречали Новый год в барах и ночных клубах. Это стало новым трендом. В это время в Красноярске открываются уже легендарные «Гагарин», «Лабиринт», «Чегевара», «Наутилус», «Колорадский папа». Неожиданно центром притяжения стала «Зелёная роща». Там появился клуб «Остров любви». Новогодняя ночь в клубе – это невероятное количество артистов, профессиональный ведущий, коллективы «Гоу-Гоу» и несколько диджеев за ночь. В Красноярске появилось достаточное количество артистов, которыми можно заполнить любое мероприятие. Раньше этого не было, а сейчас есть. Отмечали дорого и папостно. Люди были готовы платить за хорошую развлекательную программу. Иногда люди могут садиться на саму барную стойку, танцевать паровозиком, пить по очереди, играть с водкой в шахматы. Участвовать в конкурсах или нет – ваше личное дело. Чего не нужно делать в клубе ни в коем случае, так это стоять в сторонке с видом «Сами мы не местные». Мой первый год в Красноярске я в новогоднюю ночь работал в клубе «Нирвана». «Нирвана» – это легендарнейшее заведение. Это была такая вот дорогая история. «Нирвана» – она сама по себе очень модная, дорогая, публика соответствующая. Было очень тяжело работать, потому что публика такая вся, очень серьезная. Горячая пора в ночных клубах начиналась с 20-х чисел декабря и заканчивалась вместе с новогодними каникулами. За смену артисты выступали на нескольких площадках. Да и среди посетителей было модно отметиться за ночь во всех заведениях города. Практически месяц все артисты косили. Они косили на корпоративах, они косили в клубах. Они реально зарабатывали раньше огромные деньги. Я знаю, что многие артисты, просто поднимая кучу денег на всех этих новогодних делах, они покупали машины себе. Раньше это было более доступно. Российские звезды в новогодние ночи в красноярских клубах не выступали. Слишком дорого. А вот на частные вечеринки и корпоративы приезжали. Чаще всего заказывали попсовых исполнителей. Иванушек, Лолиту. Как-то даже уговорили выступить Кузьмина. А вообще выбор артистов всегда зависел от предпочтений руководителей. Вот у нефтяников один раз даже привозили ДДТ, которые никогда не выступают на корпоративах. И когда я позвонил директору Алексу Гривальцеву, так и так, Алику точнее, что есть такой заказ, он говорит, Саша, я не буду разговаривать. Юра, звони сам, общайся. Мне как-то удалось его уговорить, что это все-таки не какая-то элита, это все-таки в большей степени люди, которые работают на скважинах, добывают нефть и прочее. И это был единственный случай, когда ДДТ выступила на корпоративе. Со временем клубы приелись красноярцам. Все, что могли показать интересного, уже показали. Потом, правда, это превратилось в такую массовку. Они стали везде появляться, эти шоу-программы, там стриптиз, не стриптиз. А работы вокруг елки уже не актуальны. Сегодня Дедушка Мороз с внучкой танцует стриптиз. И не с одной, а с целым батальоном обученных снегурочек. Новый год перестает быть чисто домашним праздником. Красноярцы встречают первые часы года на улице. Мы реально с тазиком Оливье, с пластиковым столом шли от локомотива на пешеходный мост, который между театром оперы и балета и городской администрацией на этом мосту под бой курантов мы ели Оливье, пили шампанское. Было прекрасно. Ночью ходишь, люди все радуются. Ё-моё, как классно, такое единение. Главная звезда новогоднего телевидения нулевых Верка Сердючка. Без неё не обходится ни одно праздничное шоу. Ностальгические старые песни о главном свиняют мюзиклы. Я тебе ещё раз повторяю, ты, дружок, подумай не спеша. Ты чего нужна душа такая, если за душою не гроша. Есть и вечные ценности. Вечером 31-го на центральных каналах «Ирония судьбы» или «С лёгким паром». Я всегда мечтал посмотреть «Иронию судьбы» с лёгким паром. И мне никогда этого не удавалось, когда я был маленький. Я каждый раз либо засыпал уже к тому моменту, я всё время видел кусками. Я смог посмотреть только уже в осознанном возрасте, студенчестве. Я сел и отдельно посмотрел на конец. Нулевые – это время американских романтических комедий. Теперь под Новый год девушки всей страны смотрят «Дневник Бриджит Джонс», «Реальную любовь», «Семьянина» и «Привет семье». Тот же отпуск по обмену, мы с тобой говорили, это такой. Вот он вроде не новогодний, но как-то есть в нём что-то такое, что хочется пересмотреть в Новый год. Возможно, это связано у нас с тем, что мы как-то под Новый год всегда очень хотим каких-то перемен, чтобы всё было хорошо, а фильм, он на то тебя и настраивает. В 2004 году Трудовой кодекс официально закрепил выходные с 1 по 5 января. Плюс выходной на Рождество. Теперь россияне на Новый год отдыхают почти неделю. Я помню, как появилась в первый раз в жизни гора Гладенькая. Это считалось трендом поехать, покататься на Гладенькую. И был очень популярен Таиланд. Он был очень дешёвым. Мы всегда в январе-феврале, мы брали путёвки, это стоило там что-то, ну, на двоих, сейчас не соврать, ну, 60 тысяч, ну, 50, ну, блин, ну, ребят, ну, 50 тысяч тогда, это вообще были, ну, не деньги. То есть, неспокойно пошёл, взял себе путёвочки в Таиланд, с Красноярска тут куча рейсов летало. И вот у нас практически, ну, такая традиция была. Январь-февраль, всё, Таиланд. Обычно это будет тёплая страна. Ну, либо это была Европа всё-таки несколько раз. Я помню, что был Дубай, был этот несчастный Таиланд вечный. В магазинах можно купить или взять на прокат любой наряд. И детям на утреннике, и взрослым на костюмированной вечеринке, которые тогда вошли в моду. Помню, у меня был костюм панка. Мы придумали сценарий, каждый что-то изображал. Я в этом костюме панка был фокусником. Причём пришлось разучить три фокуса, которые никто из гостей не угадал. И вот этот Новый год, наверное, самый яркий для нашей компании, несмотря на то, что прошло уже больше 20 лет. Появляется традиция выбирать наряд по советам астролога. Скромно выглядеть в год петуха почти неприлично. И даже самое элегантное платье желательно украсить перьями, стразами или оригинальной брошью. В 2000-е было принято дарить ёлочные шары с берюсинки. Горожане раскупали игрушки с изображением губернатора Хлопонина. В этом году большим людям модно дарить скромные подарки. И вот этот шарик предназначен для Петра Пимошкова. Скромно, но приятно. Я работал в то время большой компанией, значит, в которой было очень важно. Вот эти вот все корпоративные подарки. Такое ощущение было, что кто кого переплюнет. Вот у меня, например, кабинет всегда был завален. По городу стали курсировать первые нарядные автобусы. Второй наш дом, поэтому мы решили его украсить как дом. А та же ёлочка там стоит около шофёра. Она мигает огонёчками нашими. Продвинутая молодёжь теперь поздравляет друзей по телефону. Вместо длинных стихотворений на открытках – короткие ёмкие сообщения. Дед Мороз мой, жди меня, твоя Снегурочка. Так и буду поздравлять. От количества смс-ок к обеду 31 декабря сеть падала. Ты пишешь это сообщение там «С Новым годом, брат! Поздравляю тебя! Желаю всего-всего!» Отправить? Не отправлено. «С Новым годом!» Отправить? Не отправлено. Итак, раз в 13-15 ты отправляешь. Самое интересное, что брат через 3-4 часа получает все эти 13-15 смс-ок. Смс-ки были очень сильно ограничены количеством символов. И ты такой пишешь «С Новым годом, брат!» А у тебя уже переходит на вторую. И это отдельная цена за смс-ку. А потом ты узнаёшь, что ты отправил 13 смс-ок. Я вам всех хочу пожелать побольше счастья, побольше любви, побольше снега. Катайтесь на досках, катайтесь на велосипедах. Поздравляю с Новым годом всех одногруппников! Счастья вам, здоровья! Ребята, поздравляю вас с Новым годом! С радостью вам, удачи! С Новым годом вас, ребята! С Новым годом, Краснояр! С новым счастьем! Ай, молодцы! С Новым годом, милый город! Следующий год – 2008-й. Первый серьезный кризис совсем новой России.